Простейшей оптической системой является линза. Линза – оптические прозрачные тела, ограниченные сферическими поверхностями. Существует два вида линз – выпуклые и вогнутые. Выпуклые линзы посередине толще, чем у краев. Вогнутые линзы посередине тоньше, чем у краев. Физической моделью реальной линзы является тонкая линза. Если толщина линзы пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны R1 и R2 сферических поверхностей, линзу называют тонкой. Прямая, проходящая через центры кривизны C1 и C2 сферической поверхности линзы, называется главной оптической осью. Точки O1 и O2 расположены настолько близко друг к другу, что их можно считать одной точкой O, которую называют оптическим центром линзы. Проходя через оптический центр линзы, лучи не меняют своего направления. Любая другая прямая, кроме главной оптической оси, проходящая через оптический центр, называется побочной оптической осью. Выпуклые линзы являются собирающими. Лучи, падающие на собирающую линзу параллельно главной оптической оси после преломления в линзе, пересекаются в точке F, главном оптическом фокусе линзы. Фокус собирающей линзы является действительным. Вогнутые линзы, находящиеся в оптически менее плотной среде по сравнению с материалом линзы, являются рассеивающими. Лучи, падающие на рассеивающую линзу параллельно главной оптической оси, после преломления в линзе расходятся, и главным фокусом линзы считается точка пересечения их продолжений, точка F. У линзы два главных оптических фокуса. В однородной среде они располагаются по обе стороны линзы на одинаковых расстояниях от нее. Расстояние от главного фокуса до оптического центра линзы называется фокусным расстоянием линзы. Фокусное расстояние линзы зависит от радиусов кривизны поверхностей, ограничивающих линзу, и абсолютных показателей преломления материала окружающей среды и линзы. Направим параллельные пучки лучей на линзу под углом к главной оптической оси линзы. Пересечение лучей после преломления произойдет не в главном фокусе, а в другой точке, которая называется побочным оптическим фокусом. Плоскость, проведенная через фокус перпендикулярно главной оптической оси, называется фокальной плоскостью. Если светящаяся точка помещена в фокус линзы или в фокальную плоскость, то лучи после преломления будут параллельными. Изображение находится на бесконечности. Оптическая сила линзы — это величина, обратная фокусному расстоянию. Так как в собирающей линзе фокус действительный, фокусное расстояние берется со знаком «плюс». В рассеивающей линзе фокус — мнимый, соответственно, фокусное расстояние берется со знаком «минус». Оптическую силу выражают в диоптриях. Одна диоптрия — это оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 метр. Оптическая сила сложной системы равна сумме оптических сил, составляющих систем. Для построения изображения точки, расположенной вне главной оптической оси линзы, можно пользоваться любыми двумя из трех удобных лучей. Луч, проходящий через оптический центр. Луч, падающий на линзу параллельно главной оптической оси. Луч, проходящий через фокус. Чтобы построить изображение точки, расположенной на главной оптической оси, нужно сделать следующие шаги. Построить луч, который идет вдоль главной оптической оси через оптический центр линзы Построить произвольный луч, направленный от источника на линзу Провести побочную оптическую ось параллельную произвольному лучу Построить фокальную плоскость Через точку пересечения фокальной плоскости с побочной оптической осью провести преломленный луч или его продолжение Точка пересечения преломленного луча или его продолжение с главной оптической осью является изображением данной точки. Рассмотрим случай построения изображений в собирающей линзе. Если предмет находится перед двойным фокусом, изображение будет действительным, обратным и уменьшенным. Если предмет находится в двойном фокусе, то изображение будет действительным, обратным и равным по величине предмету. Если предмет находится между двойным фокусом и фокусом, то изображение будет действительным, обратным, увеличенным. Если предмет находится между фокусом и линзой, то изображение будет мнимым, прямым и увеличенным. Для рассеивающей линзы положение предмета относительно линзы не имеет значения. Изображение предмета в линзе всегда мнимое, прямое и уменьшенное. Уравнение, связывающее фокусное расстояние f, расстояние от линзы до изображения f и расстояние от предмета до линзы d, называют формулой тонкой линзы. При расчетах числовые значения действительных величин всегда подставляются со знаком плюс, а мнимых — со знаком минус. Линейным увеличением g называется отношение линейного размера изображения h большое к линейному размеру предмета h малое. Линзы являются основной частью многих оптических приборов. Например, глаз как орган зрения тоже является уникальной оптической системой, в которой роль линзы выполняют роговица и хрусталик, через которые свет попадает в шарообразное тело, называемое глазным яблоком. Радужная оболочка, окрашенная часть глаза, регулирует световой поток, проходящий в глаз. В середине радужной оболочки — зрачок, кажущийся черным, потому что он почти не отражает свет, нет отражения и внутри глаза. На задней поверхности глаза находится сетчатка, состоящая из сплетения нервных волокон и рецепторов, палочек и колбочек. Они реагируют на свет разной частоты неодинаково, вследствие чего происходит преобразование световой энергии в электрические сигналы, идущие по нервным волокнам. В соответствии с этими сигналами в мозгу строится изображение. Глаз можно считать достаточно совершенной оптической системой, благодаря таким свойствам, как аккомодация, адаптация, острота зрения, инерционность, цветоощущение, бинокулярность, светочувствительность. Нормальным считается зрение, если изображение предметов расположено в определенной части сетчатки. Наиболее распространенные недостатки глаза — близорукость и дальнозоркость. В большинстве случаев устранить эти недостатки можно с помощью центрированных оптических систем. Коррекции близорукости производятся с помощью очков с вогнутыми линзами, а дальнозоркости — с помощью очков с выпуклыми линзами. При астигматизме световые лучи не сходятся в одной точке на сетчатке. Изображение предмета в этом случае получается искаженным и нечетким. Для исправления астигматизма подбираются очки с цилиндрическими линзами, имеющими различную кривизну по горизонтали и вертикали.